У каждого человека есть книги, которые всегда с ним. Для меня есть несколько таких книг. Они всегда со мной. «Три мушкотера» как-то во мне покажется смешным. Книга, которая сыграла в моей жизни огромную роль. Может быть, это первая книга, которая дала мне понятие о том, что такое честь, отвага, дружба, любовь. Обожаю эту книгу. Моё и сейчас читать могу, спокойно. Написана по-французски прекрасно. Прекрасно. Это одна книга. Вторая книга, скажем, тоже детская. «Приключения Тома Сойера». Это моя мама мне читала. Мне, наверное, лет было пять. На ночь она мне читала. И тоже эта книга всегда со мной. Том Сойер – это просто вообще… Это я. Это каждый нормальный пацан такой. Неважно, что он в Миссисипи и в XIX веке. Никакого значения не имеет. И тетя Поля, которая носит очки, но на такого незначительного человека, как мальчика, не смотрит сквозь очки. А либо на, либо под. Он не достоин того, чтобы смотреть прямо сквозь очки. Над пропастью воржей. Это просто про меня. Мне тогда было столько лет, вот когда писал Сайленджер эту книжку, мне примерно было столько лет, сколько Холдену Колфилду. И все, что там есть, это про меня. А по сути дела, это живет всегда в тебе. Тебе всегда все-таки 14 лет, 15 лет, 16 лет. Это остается. Ну, если не остается, то мне вас жаль. Вообще, я могу перечислить много книг, которые всегда со мной. Совсем другие книги. «Мастера Маргарита». Я оба очень, очень хотел бы встретить Воланда. У меня к нему целый ряд вопросов. Целый ряд. Я абсолютно верю в его существование. Вот в Бога не верю, а в Волан точно есть. Ну вот, как-то пока не удалось. Вот, вот, братья Карамазовы, конечно, ну это, знаете, надо быть очень плохим человеком, чтобы так разбираться в том, какие мы плохие. И, конечно, Достоевский был очень плохим. Это совершенно, иначе он не мог понять всю мерзость, подлость, мрак, который сидит в каждом человеке. «Кино и величие». Это вообще. По-моему, вот если бы я должен был бы ответить на абсолютно дурацкий вопрос, какая самая гениальная книга, которая когда-либо была написана, я бы сказал братья Карамазовы. Вообще, книги – это такая часть моей жизни. Я счастлив, что так случилось, что вот я с этим живу. Это просто огромная радость. Но кино – это искусство. Конечно, один человек говорил, что это самое главное искусство, ну, совместно с цирком. Но я думаю, что, может быть, он заблуждался. Вот. Но есть несколько фильмов, которые для меня чрезвычайно важны. Во-первых, все фильмы Феллини. Ну, просто все. От и до. Во-вторых, все фильмы Чаплина. Ну, если взять отдельно взятые, то, наверное, я должен отдельно сказать о фильме «Пролетая на дне с домом кукушки», потому что этот фильм просто изменил мою жизнь. Так случилось. Я только тогда понял, что надо всегда пытаться. Неважно, удастся, не удастся, провалишься, не провалишься, но обязательно ты должен пытаться. Потому что даже если ты провалишься, другой, увидев твою попытку, потом сам попробует и, может быть, и не провалится. Так что есть довольно много фильмов, которые тоже определили мое отношение к миру, к жизни и так далее. Есть масса фильмов, которые я люблю, над которыми я смеюсь или плачу. Но вот то, что я сказал вам, Феллини, Чаплин и «Пролетая на дне с домом кукушки», это отдельно. Продолжение следует...